Ну а сейчас я с удовольствием представляю своих гостей, друзей, хорошо вам знакомых и любимых. Это шоу группы MusicX, они сегодня в полном составе пришли к нам в программу. Добрый вечер, я вас рада видеть. Добрый вечер. И вот до той минуты, как я вас представлю, я хочу напомнить нашим зрителям и вам, что вот посмотрела наши архивные записи 17 декабря 2007 года. Продата ни слова. Вы были в эфире, нет, просто прошло почти два года. Хотя с вами мы постоянно где-то пересекаемся, встречаемся. Олег Дорохин, вот начну по порядку, да, чуть дальше ты сидишь, заслуженный работник культуры Украины. Уже. Уже, еще поздравим его отдельно. Ивкун Васильев, заслуженный артист автономной республики Крым. И артисты этого театра, Денис Строителев, Львов Виталий, Дернов Дмитрий, это уже известные всем нашим севастопольцам. И вот новый человек появился в группе, он сидит вот здесь как раз по центру, вы так его опекаете. Это Вадим Шестаков. Сотровод зажимает. Вадим Шестаков, некоторых пор тоже, да, артист шоу группы Мюзик Экс. Я вас поздравляю, кстати, вот с этим званием. Ну, а вообще, конечно, я хочу поздравить тебя, Олег, потому что это почетное звание тебе присвоили. И в числе других артистов, а мы в каждой программе поздравляем по очереди различных артистов севастопольцев, которые недавно получили вот такие звания указом президента Украины. Я надеюсь, что и другие ваши артисты должны получить тоже заслуженные более высокие звания. Хотя, как говорят, что самое главное звание при знании публики вы уже получили давно, и вы вот так почетно это несете. Я вам вот желаю и сохранить эту любовь. Но, к сожалению, вот жизнь, да, вносит свои коррективы. Мы сегодня, в общем-то, собирались поговорить о концерте, о новой вашей программе, которая должна была пройти 7 ноября на сцене Севастопольского центра культуры и искусства. В день 7 ноября. В день 7 ноября. И вот такое название веселое нам все равно. Испоминается вот старые праздники, наши демонстрации. Я думала, ну как здорово, что мюзики, как мы его сладко называем, к этой дате, конечно, они решили сделать такой подарок всем горожанам. Ну вот, к сожалению, вот такая ситуация, эпидемия калифорнийского гриппа. Вы знаете, что объявлен карантин в школах, в садах и в вузах, все его родители. И запрещены сейчас все мероприятия, концерты, спектакли, собрания в целях профилактики. Это опасная инфекция. И поэтому премьеру перенесли. Да, на самом деле он не отменяется, а переносится на 28 ноября в 18.30. Приходите. Кто видел премьеру, это было примерно с 1 апреля. Кто видел, тоже приходите, потому что мы немножко обновились. Новые будут песни, новые будут номера. 28 ноября в 18.30. Дополнительно еще будет информация. Мы ждем. Как раз, я так отчитала, это ровно 3 недели. Да. Но мы надеемся, что карантин снимут. Будем надеяться на это. Да и больше, чтобы все были здоровы. Так, не, Люда, самое главное, что забыли, что эффективным средством от всяких эпидемий... Я его смех. ...хорошее настроение. Настроение, да. Хорошее настроение. Это правильно. И сразу поднимаются защитные свойства организма. Конечно, иммунитет. Ну, у нас сегодня мои коллеги, некоторые, я писала сценарий, и они спросили, кто у тебя будет, я говорю, в мюзике. И вот такая, говорю, ситуация, потому что все концерты сдвигаются, все спектакли переносятся в городе, и вообще в Украине. Они сказали, а пусть они в масках, вот в масках, все зрители придут в масках, и они в повязках, и продемонстрируют такую толерантность вот со всеми, кто борется с этой инфекцией и так далее. Я говорю, ну это любопытная идея, конечно. Тогда надо было еще в перчатках всем в жизни выступать. Все остальные средства не будем перечислять. Вот еще раз, может быть так, это в связи с тем, что сейчас все думают об этой проблеме, о гриппе, и мы об этом, вот видите, говорим, хотим или нет. Как-то, может быть, мимо ушей многих зрителей прозвучало это вот СЦКИ, хотя вас всех привыкли видеть в матросском клубе, да, это была ваша площадка очень много лет и так далее. Что произошло? А произошло, я знаю, там сокращение, да, и нас любезно предоставили помещение, да, и попросили, любезно предоставили помещение в Севастопольском центре культуры и искусства, это вот Игорь Анатольевич, Татьяна Витовна, пошли нам навстречу. Приютили мы. Приютили, ну как, мы теперь уже муниципальный коллектив являемся, да. В общем-то, в принципе, у нас давно были рабочие отношения очень хорошие, рабочие, дружеские, а сейчас просто у нас еще и вот уже мы городской коллектив, в чем абсолютно не жалеем. Не наше вроде бы дело, да, сокращение, понятно, там, главнокомандующему виднее российскому, но я... Не будем заторгивать. Да, не будем заторгивать эту тему, но я просто была уверена, что артистов это не коснется. Я почему-то подумала, и вот когда в театре сокращение осуществления, я была уверена, что все-таки работники культуры, вот, как-то, в общем-то, не попадают под это сокращение. Попадали, попали, в первую очередь. Попали все, в принципе. И то, что мы ушли, и то, что, да, с гриппом тоже попали. То есть пушки стреляют, музы молчат, тут наоборот. Питаты не приходят. Но, может быть, знаете, что, вот закрывается одна дверь, да, как говорят, открывается другая. Потому что, может быть, вот этот зал замечательный из ЦКИ, и там ведь много коррективов, атмосфера уже такая намольная, и вообще уже люди туда любят ходить. Может быть, это и к лучшему, может быть, вот что-то такое новое, и какое-то у вас второе дыхание откроется на новой площадке. Вы это вот репетиции сейчас проводили, не чувствовали? Да, конечно, конечно. Это будет и второе, и третье дыхание. А тут, ну, как говорят, константы на одном дыхании работают. Ну, конечно, вот я же не хочу сейчас выдавать тайны нашего анамсерамо. А хотелось бы приоткрыть, конечно, вашу программу нового. Вот приходите и посмотрите, да. Ну, вообще, Наташа, обычно, да, вот самые сложные ситуации, они мобилизуют как-то внутренние резервы, и получаются какие-то неожиданные идеи, когда они возникают. Именно тогда, когда трудно, когда сложность, чтобы преодолеть, вроде как-то простые ходы должны быть. Ну, а посидев, подумав, мы можем сочинить все. То есть вариантов-то было всего два. Либо продолжать где-то на другой площадке это делать, либо просто разойтись, в общем-то, да? Нет, ну, разойтись это невозможно. Это невозможно, а то, что, правильно, что, в общем-то, мы давно уже, в общем-то, намечали. В общем-то, сокращение как таковое, ну, это не является именно причиной нашего перехода в Севастопольский центр культуры. Мы уже давно планировали и вели переговоры, разговоры, что, в общем-то, ну... Ну, это еще год назад мы как раз этим занимались. Еще когда даже неизвестно, вот, сократят насилие или не сократят. Так что, в общем-то, для нас это все полномерно. Полномерно переход именно... И вот у нас, у вас, у нас, значит, у вас, у нас появился Вадим Шестаков. Вот, Вадим, мне бы хотелось с вами немножко поговорить, познакомиться, потому что всех-то мы уже знаем давно. Вы откуда родом? Как произошла ваша встреча с коллективом? Как вот получилось так, что вы очутились в этой группе замечательно? Ну, родоместного Сибирска. Отец у меня, военнослужащий. Военнослужащий отец. Ну, приехал я вообще в Чернигово. То есть вы сейчас в последнее время жили до Севастополя в Чернигове? Да, в Чернигове. А приехал я в Севастополь. Искупаться в море. Нет, я... И случайно. А то купалась в Мюзикэйс. Мне, честно, захотелось что-то заменить в своей жизни, как бы, попробовать что-то новое. Вот. Помог мне, как бы, сюда приехать Виталий. А вы, простите, вы артист по образованию, вы пели, танцевали? Да, конечно, солист. По образованию он солист. Солист. Это хорошо. Мы скромные Мюзикэйс. Я работал там в филармонии и в военно-музыкальном центре я работал. А приехал, как бы, Виталик Таганов меня привел сюда. О, уже всплыла фамилия Виталия Таганова. Да, и Виталий Таганов меня сюда привел и говорит, вот, есть классный коллектив. Говорит, я думаю, что вот... Хватит скучать. А вы, как у нас, не было солиста. Вы знаете, на самом деле, мне очень понравилось сразу. Как бы, ребята меня сразу приняли. И, конечно, очень многому, чему хорошему учат в этом коллективе. Ну, мне очень, 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 очень как-то я быстро вот к ним привык. Действительно, очень быстро. Вы знаете, вы теперь, просто я уже знаю ваш возраст, и вы теперь, получается, самый молодой участник этого коллектива. Здесь может быть такое двоякое отношение. Знаете, как в армии, да? Я не знаю, кто служил, кто понимает, о чем я говорю. Либо это такое отеческое, уже такое, как вот к сыну, фактически, в общем-то. Какое большее отношение? Строго, воспитываю. Ну, скажи, мы не репетировали мы этот вопрос. Я это не скрываю. Это мой второй дом, как бы вот здесь вот. У меня есть дом в Хельнигове, а здесь вот и здесь вот дом. На самом деле, я прихожу на работу, живу я сам пока в квартире. Вот, я же прихожу на работу, я могу посоветоваться, я могу рассказать что-то. Меня всегда выслушают. Мне очень приятно приходить домой, не только как... То есть, можно сказать, что друзья вы нашли? Конечно, да. Друзей. То бишь, не папа, не папа, не папа абсолютно, потому что у нас в дедовщине, как таковой, нету. Ну, максимум сбегать там за чаем, за кофе. Да нет, в аптеку сейчас. Сейчас в аптеку актуальнее. Вы знаете, вот я просто не спрашиваю, как у вас встреча с Тагановым произошла, но я знаю, у него с Черниговым тоже много связано, что, думаю, не случайно. Но получается, что вот такая цепочка, да, и ничего случайного в жизни, она привела все равно в Севастополь человека, да, Вадима, и я желаю просто успеха, потому что получается, что вот этот спектакль, ну, который переносится по понятным объективным причинам, это ваш первый, да, выход на севастопольскую сцену, да.